Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И начинаем его, как всегда, со слов благодарности тем, кто поделился своими средствами и задонатил на комплектующие и сборку тронов, производство тронов для наших словетных бригад, волонтерскому фонду Незламни Сердца. Я напоминаю, что в партии дронов более подробную информацию о том, сколько дронов отправляется, когда отправляется и в какие хозяйства, военные хозяйства, ну так военные обычно называют воинские части, в какие военные хозяйства направляется, вы можете найти на страничке в фейсбуке волонтерского фонда Незламни Сердца. Ссылка на эту страничку есть в описании к каждому из моих видео. Ну а мы с вами продолжаем сбор средств и помощи, помогаем нашему волонтерскому фонду закупать комплектующие и производить дроны. Потому что война продолжается, дроны нужны как никогда и мы знаем, что дроны как патроны, которых много не бывает. А теперь мы возвращаемся к оперативной обстановке. И эта ночь была у нас тоже неспокойная. В ночь на 29 ноября, то есть на сегодняшний день, противник атаковал ударными беспилотниками типа «Шахет» по направлению Приморско-Ахтарск Рашизской Федерации и управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. То есть дроны летели с юга, из Краснодарского края, а ракеты летели с оккупированных территорий из небооккупированной части Херсонской области. Всего в этом ударе было задействовано 21 ударный беспилотник типа «Шахет» 136-131, 3 управляемые авиационные ракеты Ха-59. Основное направление применения беспилотников было это Хмельницкая область. Они туда рвались, судя по тому курсу, на котором они были, и те, которые долетели до Хмельницкой области. А ракеты шли по югу нашей страны, по южным областям. К отражению этого воздушного нападения были привлечены различные средства сил, воздушных сил, вооруженных сил Украины и ПВО сил обороны Украины. То есть от мобильных групп до истребительной авиации. В результате боевой работы все вражеские ударные беспилотники были уничтожены. В основном в пределах Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья ракета не достигла своей цели и упала за ее пределами. Не нанеся никакого ущерба. Вот такая вот неспокойная ночь была сегодня. А вот в прошедшие сутки мы отмечаем, что на линии фронта произошло 87 боевых столкновений. То есть боевая активность довольно высокая. Всего враг нанес 14 ракетных и 80 авиационных ударов. Также совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. А также разрушения получили как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары враг наносил в основном в Харьковской и Донецкой областях. Двумя областями ограничился, хотя я вам скажу, что 80 авиационных ударов на две области это очень много. Но основная масса здесь приходилась, конечно же, на наши позиции. Это Купинское оперативное направление, это Бахмутское оперативное направление и это Авдеевское оперативное направление. Вот здесь враг очень много применял авиации. А вот под артиллерийский огонь российских оккупационных войск попало в эти прошедшие сутки более 100 населенных пунктов. И здесь география, к сожалению, растягивается практически на всю линию фронта. Это у нас Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области. А также на всю линию совместной российско-украинской границы, которую мы контролируем. Это Черниговская, Сумская и Харьковская области. Зона ответственности. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесском направлениях тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она контролируема и стабильна. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Вдоль границы пытается проводить активную диверсионно-разведанную деятельность. С целью недопущения переброски наших войск на другие угрожающие врагу направления. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений. И вдоль государственной границы в Белгородской области. Мы отвечаем. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу с огневыми средствами противника, обстреливающими нашу территорию. Наши силы специальных операций ведут контрдиверсионную деятельность против ДРГ врага. В общем ситуация довольно сложная, но контролируемая с нашей стороны. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Хортица. Это Купинское, Лиманское, Бахмутское направление. Так вот на Купинском направлении враг ввел штурмовые действия в районе Синьковки и Петропавловки, где силами и средствами сил обороны Украины было отражено 5 атак противника. Кстати, там идет перегруппировка, продолжается. Враг пытается менять подразделения на переднем крае. Те, которые потеряли боеспособность, отводятся в тыл на переформирование, а другие заходят на их место. Поэтому здесь в принципе немного мы наблюдаем тенденцию к снижению боевой активности. Так же как на Лиманском направлении, хотя здесь атаки, а если ранее мы говорили, что буквально еще 2-3 дня назад говорили, что на Лиманском направлении в основном позиционные бои, то последние 2 суток там идут, там было 3 атаки позапрошлые, сейчас 4 атаки наших позиций, в основном вблизи населенного пункта Тернов, предпринял враг Донецкая область, но все атаки врага были безуспешными, враг понес потери и отступил. Бахмутское направление. Тут противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной. Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 16 атак противника на всем оперативном направлении, и враг не добился успеха ни в одной из этих атак. Все атаки были отражены, и линия фронта осталась без изменения. Но противник в основном пытается на Бахмутском направлении активизировать северную и южную окраины Бахмута, то есть северный и южный фланг, для того, чтобы и... Фактически, будем так говорить, конечно же, атака всегда есть атака. Но, знаете как, есть атака для того, чтобы попытаться прорвать оборону, а есть атака для того, чтобы атаковать. Так вот, здесь больше атака для того, чтобы атаковать. И большинство атак вдоль всей линии фронта, за исключением там отдельных направлений, враг вот, допустим, на Работинском плацдарме, на Авдеевском направлении, там враг действительно пытается продавить нашу оборону. Там атаки более серьезные, более насыщенные, их количество намного больше. И тем не менее, наши силы обороны, даже на Бахмутском направлении, особенно на юге, пытаются, продолжают пытаться проводить штурмовые действия расширских позиций, и иногда это приносит свои определенные успехи. Далее у нас идет с вами звон ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление. Тут противник продолжает давить со всех сторон. Я уже даже не говорю там попыток вокружить Авдеевку, это само собой разумеется, но он пытается давить со всех сторон. И наступательные действия врага были южнее Новокалинова, Степное, Авдеевка, Тоненькая, Первомайская, 27 атак за сутки по всему периметру Авдеевского оперативного направления, то есть по всей линии фронта. Но все атаки оказались безуспешными. В эти сутки все отражено, все атаки враг понес потери, очень большие, посмотрите сегодня по цифрам. Обратите внимание, сегодня опять, будем так говорить, хороший урожай собрали силы обороны Украины. Вот, поэтому линия фронта осталась без изменений, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Марьинское направление. Тут чуть поменьше, в два раза почти. 17 атак было противника, в основном это в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Но то же самое, линия фронта не изменилась, все атаки были отбиты, и враг, не добившись успеха, отступил. Шахтерское направление. Тут штурмовые действия юго-западнее Старомайорского и Водянова. И попытки были врага атаковать наши позиции, не принесшие ему никаких положительных или позитивных результатов. А вот на запорожском направлении, тут, несмотря на то, что противник ввел штурмовые действия западнее Вербового и Работина, 9 атак было предпринято на нашей позиции. Ну, здесь я называю контратаки. Потому что они пытаются вернуть утраченное. Но в результате действий наших войск, умелых действий наших войск, противник зашел в Вербовое, то есть оставил высоты на подступах к Вербовому, причем господствующую высоту, отметка 140 метров, это на окраине Вербового и переместил свои позиции в сам населенный пункт Вербовое. Но теперь нам ситуация вообще выглядит очень даже невыгодно для рашистских войск. Почему? Потому что Вербовое находится в низине. И мы, взойдя на господствующую высоту, теперь имеем полный огневой контроль над населенным пунктом Вербовое. Не будем пока забегать вперед, что это нам может принести, какие преференции в этом вопросе. Но скажу так, что на сегодняшний день наши силы обороны заняли наиболее выгодные позиции в районе населенного пункта Вербовое. Что дает нам в ближайшей перспективе дает возможность возобновить штурмовые действия позиции рашистских войск. Ну а Вербовое, в принципе, можно не штурмовать, там достаточно его поливать огнем из артиллерии и других огневых средств для того, чтобы вынудить противника уйти с этого населенного пункта. Или он там будет вечно нести огромные потери. Далее у нас остается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это Херсонское направление. Тут силы обороны продолжают, ну на правом берегу ситуация не меняется. Мы ведем контрбатарейную борьбу с артиллерией противника. Как я уже говорил, минометы отсечены уже на некоторых участках на некоторых участках вдоль Днепра не достает уже. Там 7200 максимальная дальность миномета. У нас по разным оценкам плацдарм от 3-8 километров. А некоторый, ну это институт, американский институт изучения войны говорит, что в некоторых местах он достигает даже 10 километров в глубину. Но, как бы, Генштаб не дает пока точных размеров плацдарма. Ну, я думаю, это сейчас не принципиально. Для нас принципиально то, что плацдарм есть, то, что три группы группы войск, небольшие группы войск, созданные командованием расистской группы войск Днепр, не могут ничего сделать с этим плацдармом. В районе там населенного пункта к рынке идут самые ожесточенные бои. Что расистское командование эвакуирует гауляйтеров и этих назначенцев расистских коллаборантов из Олешек. А тем, кто там еще остается в готовности, чемоданы собраны и машины стоят на готовности отступать или бежать с этих населенных пунктов. Ну, и мы не видим, не доезжает пока 104-я дивизия воздушно-десантная, которую сформировали, специально формировали быстро ускоренными темпами под усиление группы войск Днепр, но она где-то не доехала. По непроверенным данным, точнее, по неподтвержденным пока что данным, данные проверены, но не подтверждены с другого источника. Так вот, по неподтвержденным данным, полки, отдельные полки и батальоны этой дивизии занимают оборону западнее Олешек. Что дает нам сулить нам довольно неплохие перспективы, я думаю, что в недалеком будущем. Но пока об этом говорить еще очень и очень рано. также в районе вот на левом берегу, там же, вот, если, допустим, на Авдеевском направлении там регуляры воюют, так называемые, то есть регулярная армия, контрактники, бой наиболее подготовленные, мотивированные, то на Херсонском направлении здесь костяк составляют контрактники и десантных частей, вот, но основная масса здесь мобилизованы. И на Херсонском направлении боеспособность частей довольно ниже, чем, допустим, на Авдеевском или Бахмутском направлении. Вот, поэтому вот те примеры, которые я приводил касательно отказа идти в наступление, идти в бой, те примеры, которые там, дезертирство, те примеры, которые там, предпочитают сдаться в плен, они, они, случаи такие начинают, начинают все чаще и чаще появляться. И, опять же, я не говорю, что они носят массовый характер, нет, к величайшему сожалению, пока что нет, но, тем не менее, в районе вот временно оккупированных населенного пункта Крынки, это самое ожесточенный участок Плацдарма, где идут самые ожесточенные бои Херсонской области. Одно из подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты и рашистских оккупационных войск отказалось выполнять приказ идти на штурм позиций Силы обороны Украины. Вот так. Мобилизованные мотивируют это тем, что им обещали, что они будут на 2-й, 3-й, 5-й линии, что они будут на блокпостах, что они будут нести комендантскую службу, но никто им в военкомате не рассказал, что их как пушечное мясо погонят на наши пулеметы. Поэтому они говорят, что нам нам обещали в военкомате, что мы будем в тылу и мы в атаку не пойдем. Кстати, это же 810-я бригада морской пехоты, она имеет уже наверное 3-й или 4-й состав. Мы ее разгромили первый раз, она потеряла боеспособность, была разгромлена полностью в Мариуполе. там защитники Мариуполя очень хорошо поработали над этой бригадой, постарались и фактически лишили ее боеспособности. После чего она ушла на переформирование, даже не довоевав до окончания штурма Азов-Стали. Далее проведение штурмовых действий на сегодняшний день усложняет как погодные условия, так и ситуация, которая в результате ухудшения погодных условий складывается. Мало того, что местность труднопроходимая, еще и снежный покров, ну, ледяной ветер, низкие температуры, случаи обморожения начинают появляться. к сожалению, для наших солдат это в принципе не носит массовый характер. Тут мы более-менее подготовились, обмундировали войска. Я не скажу, что на 100%, не могу этого гарантировать, но тем не менее, вот, из тех, где я вот общался, то в принципе выдали обмундирование. А вот рашистская сторона, кстати, это одна из причин отказа идти в наступление вот этих мобиков, потому что им до сих пор даже не всем выдали зимнее обмундирование. Плюс минные поля. Нету формуляров, я на это обращаю все время внимание, что рашистское командование совершает военное преступление, потому как установка минных полей должна производиться с составлением формуляра минного поля. У них такие, они эту документацию не ведут, они считают, что это не обязательно. И получается так, что их же мобилизованные вынуждены идти в атаку по своему же минному полю, установленному там рашистскими инженерами или дистанционно, или вручную, или механизированным способом. И, кстати, наши военные рассказывают, что они видят, как те пытаются идти на штурм, подрываются на собственных минах, но продолжают дальше, потому что боятся повернуть назад, сзади стоят заградотряды, стоят с пулеметами Росгвардия и никого назад не пустят, пока атака будет не завершена, пока она не захлебнется или не будет уничтожена. Вот такая вот у них ситуация. Некоторые начальники российские говорят, что есть карты минных полей, то есть они понимают прекрасно, что это военное преступление, установка минного поля без составления карты, но они, как эти же начальники говорят, что эти карты минных полей засекречены и информация не может быть предана огласке, поэтому штурмовики вот эти мобилизованные должны идти на штурм на авось прямо по минному полю, а там как повезет. Кстати, вот по той же 810-й бригаде дается данные, что потери этой бригады за прошедшую неделю составляет около 50 оккупантов, это подрыв только на своих несет эта бригада в районе населенного пункта Крына. А в районе временно оккупированной Песчановки, это Херсонская область, в течение последней недели в результате артиллерийских атак и с помощью дронов 28-й мотострелковый полк 70-й мотострелковой дивизии 18-й армии Южного военного округа российских оккупационных войск потерял 30 человек. Это вне боевых столкновений, это удары по районам сосредоточения личного состава и техники врага. Вот такие потери несут оккупанты на Херсонском направлении. И это дает они не могут вот этот 70-й 28-й полк мотострелковый они не могут даже разбить толком лагерь места дислокации в результате вот этих ударов нашей артиллерии это российское оккупационное подразделение вынуждено постоянно менять место своего расположения вокруг населенного пункта. Вот они вокруг этой песчановки пытаются разместиться в каких-то лесопосадках в каких-то складках местности но наша разведка их находит и туда наносится очередной удар. Они опять снимаются переходят на новое место. Мы их опять находим опять очередной удар. Вот так ведутся боевые действия на левом берегу реки Днепр в районе тех плацдармов которые сегодня удерживают наши военные. Вместе с тем до января 24-го года российским оккупантам их командование запретило проводить ротации предоставлять отпуска и покидать места дислокации кроме подразделений обеспечения следует заметить что основные склады обеспечения размещены в районе временно оккупированного перевального в Крыму где крынки а где перевальная да и смотрите обеспечения в обеспечение входят и представители Росгвардии или те кто стоит в заград отрядах вот им можно отпускать их обязательно надо ротировать им надо давать отдохнуть а вот мобиков которых привезли в штурмовики и в первую траншею в штурмовики и в атаке ходят в атаке пока не закончатся потом закончатся везут следующих и так этот конвейер смерти работает без остановок вот такая вот у них там вот такой вот у них там порядок организации боевых действий за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника подразделения ракетных войск поразили пункт управления 5 средств пункт управления войсками 5 средств противовоздушной обороны 9 районов огневых позиций артиллерии состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе вот то что я вначале говорил в личном составе 1140 оккупантов то есть цифра опять сегодня запредельная в танках в технике и вооружении в танках 15 единиц боевых бронированных машин 27 единиц артиллерийских систем 32 единицы реактивных систем залпового огня 3 единицы средства ПВО 3 единицы беспилотников оперативно-тактического уровня 39 единиц крылатых ракет 2 единицы автомобильной техники 46 единиц и специальной техники 8 единиц вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины по всем оперативным направлениям по линии фронта от Сватова до Олешек ну вот кстати видите предыдущие сутки там вообще один танк несколько танков 3 танка 3 боевых бронированных машины то есть количество и артиллерии тоже там было совсем чуть-чуть а сейчас активность и боевых столкновений там было всего лишь около 30 с небольшим а сейчас боевых столкновений 87 вот результат 1140 личного состава положил враг на атакуя нашей позиции и вот такое огромное количество техники я не говорю что это рекорд но это это очень много и это большое достижение для наших сил обороны на линии фронта прежде чем мы перейдем с вами к военно-политическому блоку я хочу появилась информация Юрий Игнат это пресс-офицер у нас воздушных сил вооруженных сил Украины он рассказал нам о истории сбития пяти летательных аппаратов 13 мая текущего года помните в Брянской области подразделение было было уничтожено два самолета Су которые собирались наносить ракетные удары по территории Украины и три вертолета причем вертолеты были очень даже уникальные в том плане что их очень мало это были вертолеты радиоэлектронной борьбы то есть они ставили помехи радиоэлектронные прикрывали эти самолеты и из-за этими помехами сушки наносили удар по нашей территории ракетами так вот операция она кажется ну я так понимаю что называлась Брянская резня но во всяком случае так так преподнес сказал ЗРК Патриот устроили Брянскую резню 13 мая текущего года над Брянской областью подразделение зенитно-ракетного комплекса Патриот в течение пяти минут уничтожили пять бортов ну с одной стороны с одной стороны вот вчера я отвечал на вопрос по поводу того кочующие комплексы Патриот вдоль границы вот такой видимо такой вариант был предпринят вот 13 мая и по данным опять же командования воздушных сил который озвучил Юрий Игнат это с помощью комплекса Патриот на сегодняшний день удалось сбить 15 российских аэробаллистических ракет Кинжал это ракета Ниберучка как я ее называю потому что россияне бьют себя в грудь и кричат что ее невозможно сбить это это вундервафля то есть оружие возмездия вот и десятки сбитых баллистических ракет летевших на Киев нас Киев первый прикрывался так что так что ну подождем видите время проходит гриф секретности снимается и мы с вами узнаем довольно интересные факты как ведутся боевые действия в том числе и с западными образцами вооружений но мне так кажется что это была просьба наших западных партнеров почему потому что там же самое интересное это вертолеты РЭП они же по идее ставят помехи и по идее их вообще не должно быть видно на радаре за этими помехами должна быть сплошная засветка экрана радиолокационной станции и вот видимо было очень интересно посмотреть как будет работать в условиях российского РЭП как будет работать комплекс Патриот комплекс Патриот справился на пятерочку я скажу так на твердую такую уверенную пятерку может быть даже с плюсом пять воздушных целей за пять минут то есть пять ракет пять воздушных целей еще и за пять минут вот такой вот пятерка в кубе и еще одна такая новость что в НАТО это уже мы начинаем с вами раздел военно-политических новостей и начинаю я с того что Североатлантический блок разрабатывает дорожную карту для перехода Украины в полную оперативную совместимость с Альянсом об этом прозвучало заявление Совета НАТО Украина кстати Дмитрий Кулеба наш министр иностранных дел впервые принял участие в заседании этого совета и я так понимаю это будет основной координационный орган который будет обеспечивать сначала полную синхронизацию Украины с НАТО а в последующем и порядок или процедуру будет обеспечивать процедуру вступления Украины в НАТО Далее у нас Китай Китай всегда преподносит сюрпризы вот они они умеют высидеть тот момент то что всегда мы говорим китайская философия да обезьяна сидит на берегу реки ждет когда трупы врагов проплывут мимо по течению вниз так вот очередной очередной такой шаг сделал Китай Китай отказался инвестировать в газопровод Сила Сибири во вторую нитку первую нитку Россия пыталась привлечь инвестиции Китай отказался они достроили ее своими силами вот а сейчас Россия попросила чтобы Китай проинвестировал хотя бы часть средств в силу Сибири 2 и но Китай не только отказался инвестировать в силу Сибири 2 но Китай еще потребовал скидок на газ который который Россия будет поставлять по этому газопроводу и тут вопрос понимаете тут вопрос даже больше похож на выкручивание рук почему потому что заявка Китая довольно серьезная для сравнения по цифрам скажу вам так что скидка сегодняшняя скидка на российский газ для Китая 46% практически в половину в пол цены Россия ну говорили что Россия продает Китаю газ фактически по себестоимости иногда даже себе в убыток но тем не менее для того чтобы создать иллюзию того что они там зарабатывают большие деньги и что у них есть партнеры на газовом рынке есть куда сбывать газ они об этом умалчивают а вот китайская сторона не стесняется они говорят что скидка до 46% вот и соответственно за 1000 кубометров Китай платит 271 доллар например Турция и Европа платят 481 доллар за 1000 кубометров то есть на 200 там на 210 долларов дороже чем чем Китай но этого мало и Китай хочет и Китай требует это вот на вопрос типа проинвестируйте трубу Китай отвечает мы не только не будем инвестировать мы требуем глубоких скидок на газ то есть 46% Китай считает это очень маленькая скидка очень дорогой газ поэтому они требуют пересмотреть скидки увеличить в сторону их увеличения вот такой вот удар в спину как пишут российские некоторые издания нанес Китай Российской Российской Федерации ну и не только в газовом рынке проблемы с запоребриком но и на России начали вербовать женщин в штурмовые батальоны частных военных компаний и если допустим если допустим раньше вербовали там в снайперы и операторы дронов то теперь вербуют штурмовики в пехоту вербуют так и так батальон Эспаньола частной военной компании организованный футбольными фанатами вербуют женщин в штурмовые отряды для участия в войне против Украины об этом сообщают телеграм-каналы девушкам в Эспаньоне в Эспаньоле предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле девушки в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков и в медицине связи а также в подразделениях РЭР и БПЛА говорится в публикации отмечается что на должности снайперов дронов россиянок вербуют давно их нанимают в ту же Эспаньолу и в другой батальон который называется Борс вот такая вот то есть уже с мужиками уже как бы напряг поэтому решили немного повербовать женщин ранее была информация о том что даже в женских колониях пытаются проводить вербовку частные военные компании но к сожалению она не получила дальнейшего распространения для того чтобы ее можно было проанализировать но может быть может быть активисты есть у них такая организация называется Русь сидящая вот они там по зонам дают делают анализ если он появится я вам с удовольствием его доведу Швеция Швеция подняла вопрос что нет ратификации от Венгрии как же так вроде европейская страна цивилизованная при этом Венгрии обещала что ни в коем случае не будет последней ратификации а это осталось две страны Турция и Венгрия вот и министр иностранных дел обратился к венгерскому министру иностранных дел в этот самый и поэтому ну когда когда венгерское правительство ратифицирует этот это это решение о вступлении Швеции в альянс вот ну оказывается видите Венгрия и тут палки в колю даже даже уже более близким странам понятно там мы воюем Рашистская Федерация напала на нас и Венгрия пророссийски настроенная страна вот по разным причинам но тем не менее ведет пророссийскую политику антиукраинскую политику но тут антишведскую политику вообще как бы и так что Венгрия и тут выступает по принципу Абабайга против и фактически у Венгрии нет ответа на вопрос почему они до сих пор не ратифицировали и все мы ждем Анкару а при чем здесь Анкара Анкара сама по себе Венгрия сама по себе хотя кстати в Анкаре там Эрдоган давал команду но что-то его команда где-то потерялась в стенах турецкого парламента в плане ратификации соглашения точнее протокола вступления Швеции в НАТО ну вот так вот я не беру сейчас Турцию Турция во всяком случае хотя бы есть какие-то какое-то объяснение своей причины это связано с ее внешней и внутренней политикой допустим политикой в отношении курдов вот вопроса курдского вопроса так любят говорить политики то в Венгрии просто нет никаких основ Россия попросила Путин сказал не пускать и мы не опускаем примерно так должен звучать на мой взгляд ответ Венгрии это будет во всяком случае честно по отношению к Швеции и вот опять же Венгрия тот же министр иностранных дел Петер Сиярта заявил о том что Венгрия будет блокировать 12 пакет санкций Европейского Союза против России тут опять же к гадалке не ходи понятно что Европейскому Союзу придется опять включать рычаги для того чтобы получить согласование Венгрии или же ускорится процедура принятия решения демократического принципа принципа большинства то есть уже право вета наверное будут убирать только кстати только благодаря вот таким выходкам Венгрии могут поменять порядок принятия решения в Европейском Союзе у нас хорошие новости нашу энергосеть перевели на постоянную синхронизацию с европейской энергосистемой на сегодняшний день Украина может получить до 500 мегаватт электроэнергии которые покрывают могут покроют точнее возможный дефицит электроэнергии возникающий со снижением в связи с снижением температуры окружающей температуры так что мы теперь в единой системе с Европой и отключения я надеюсь нам больше не страшны ну а от воздушных атак будем отбиваться Иран не сидит на месте не сидит сложа руки у Ирана кстати самое слабое звено это ВВС военно-воздушные силы там у них сборная солянка у них еще фантомы есть на вооружении до сих пор поэтому они вот Су-35 покупали закупили у Российской Рашистской Федерации кстати я рассказывал что вам что в феврале была закончена сделка проплачены деньги но по сей день половина где-то примерно половина самолетов еще не перегнано не передано Ирану от от Рашистской стороны хотя пилоты в апреле текущего года закончили свое обучение так вот появились сообщения о том что Иран и Россия договорились о лицензионном производстве в Иране российских ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и Айран подтвердил что закупит у России Су-35 и Ми-28 но Су-35 я же говорю они уже закупили но не все получили а ну вот еще ударные вертолеты Ми-28 они хотят купить но при этом обратите внимание это кстати говорит о том что российские ВПК видимо не в состоянии производить вертолеты ни ПК-52 и ни Ми-28 поэтому они отдают лицензию Ирану в надежде что Иран будет клепать вертолеты и для них скорее всего в том числе в Российской Федерации новый флешмоб флешмоб состоит в том что если раньше помните Z-Patriot клеили на свои машины Z-ки букву Z клеили там надпись на Берлин клеили надпись можем повторить то сегодня эти самые родственники родственники мобилизованных особенно мобилизованных они кстати уже митинги начинают проводить по поводу верните мужа верните наших родственников так вот на машинах появились вот такие вот надписи видите на фото верните мужа почему потому что я же объяснял вам что военкомате рассказывают про тыловые про службу в тылу а на деле получается что служба на самом острие атаки на передовой ну и еще один еще одна новость о том как вот что такое русский мир как он он внешне может выглядеть красиво об этом там и путин человек похожий на путина очень часто рассказывает и даже человека похожего на путин привозили и речь идет о мариуполе мариуполе есть жилой комплекс невский это якобы восстановленные дома ну не якобы это отстроенные дома они снесли разрушенные и отстроили дома якобы будут их для граждан мариупола для жителей мариупола пострадавших или потерявших свое жилье как бы не так оказалось что застройщик не собирается раздавать это жилье бесплатно они его выставили на продажу туда даже якобы прилетал путин или человек похожий на путина ночью помните этот визит в мариуполь там на вертолете его долго обсуждали в результате большинство согласилось с тем что вряд ли это был настоящий путин вот хотя тогда еще настоящий был активным в медиапространстве так вот дома оказались как потемкинская деревня ураган ураганный ветер посрывал с каждого второго дома срывало крышу но при том что они не на берегу моря это при том что они как бы в городской застройке ну вот такая вот прочность или такое качество строительства этих домов первый же более-менее сильный ветер это кстати был не ураган это будет так штормовой ветер но тем не менее крыши домов все поулетали вот вот так вот выглядит русский мир вот так вот русский мир отстраивает или пытается создать иллюзию того что они восстанавливают восстанавливают уничтоженные ими же то есть рушить они умеют они умеют а вот восстанавливать тут звеняты бананев ные как кажут в той тип в том опресливье ну что ж на этом мы с вами военно-политический блок закончим и я по традиции сделаю паузу вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал кто еще не подписан также есть просьба к тем кто смотрит это видео пожалуйста поставьте ему лайк для того чтобы его могли увидеть как можно больше людей ну и через некоторое время мы с вами продолжим а продолжим мы как обычно по традиции это ответом на те вопросы которые вы прислали к предыдущим видео и первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий у меня вопрос все рассказывают что кордон с Рашей перетворен на линию Мажино но уже несколько выпусков вы наголошаете что ДРГ пролазят особенно в Сумской области как это им вдаётся адже там и стены и проволоки и мини и т.д дякую за дякую за відповідь дело в том что нельзя создать сплошную линию есть такие места в которых нельзя это речки это болото это густая лесные густые лесные лесные массивы да там ставятся минные поля по возможности да там делаются растяжки но для этого же и спецназ для этого и ДРГ тренируется для того чтобы преодолевать эти заграждения вот допустим для войск то что они предназначены эти заграждения инженерные для войск они не дадут то есть обычный пехотинец он обязательно зацепит минус сигналку зацепит растяжку подорвется может запутаться в МЗП малозаметном прощном заграждении или в колючей проволоке а вот спецназовец его этому учат и поэтому вот эти группы 3-5 человек они стараются обходить они идут по тем местам где минимально вот вспомните инцидент с кабанами когда кабан напал на москаля и зарыз его на границе с Белоруссией почему это произошло потому что наши же видят тропы кабани где они ходят понятно что тропу не минировали на тропе не ставили мины вот поэтому они попытались использовать тропу в качестве места преодоления инженерных заграждений и в результате столкнулись с кабанами и кабан возмутился что по его тропе ходят непрошенные гости и покусал покусал этого этого рашистского спецназовца вот такая вот такая вот ситуация понятно что это районы особого внимания но вот тут игра понимаете кто кого перехитрит и соответственно когда когда обнаруживают ДРГ открывают по ним огонь им приходится отступать с потерями или без потерь тут уже как бой покажет а иногда да иногда им удается заходить на нашу территорию и совершать диверсионно-разведные действия ну чтобы вы не представляли что это вот от начала до конца стена это инженерные сооружения начиная вот там стена надолбы проволоки минные поля минные поля в основном везде установлены а вот инженерные заграждения рвы и прочее по возможности где позволяет местность вы же не выройте в болоте противотанковый рог нет и забор вы там не поставите он утонет да и вы утонете не зайдя в это болото а там кстати лесистая местность и заболоченных участков довольно много так что вот такая вот особенность как можно было планировать великий летний наступ без авиации что это было как понимать все все бачили прошу по возможности вид повесты исходим из реалий того что маем тут вопрос уже вопрос уже в том что либо либо не проводить либо проводить тем что есть мы попробовали провести с тем что есть тем более что судя по обстановке если мы вспомним то политическое руководство политическое руководство я думаю что настаивало на проведении наступательной операции и И ее анонсировали довольно очень широко. Поэтому я скажу так, что заслуга Генерального штаба еще состоит в том, что они спланировали наступательную операцию в реалиях того, что имели на момент планирования и на момент начала этой операции. Поэтому да, конечно, сегодня генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками НАТО в Европе, по-моему, если я не ошибаюсь, в его должности, но известный очень часто делает анализ. Он говорит, что американская команда в жизни бы не начала наступательную операцию без авиационной поддержки. Но у нас были такие реалии. И, кстати, до сегодняшнего дня мы ведем войну без авиационной поддержки. И если бы не задержка западных партнеров в плане сроков поставки вооружения, а что дало возможность расистам построить такую линию обороны, которая есть на сегодняшний день в Запорожской области, то я вам скажу, что сюжет развивался, может быть, совсем по-другому. Если бы мы, допустим, в январе принято решение, в феврале мы до конца марта получили бы все обещанное вооружение, и в апреле начали бы наступательную операцию, то характер боевых действий был бы совсем другой. А не то, что в июне месяце, после первых неудачных атак на позиции расистов, сразу же заговорили, что ой, а так не все же еще вооружение поставили. Еще не дошло, что-то не дошло. Вот как это надо понимать. Поэтому мы исходим из того, что есть. И надо отдать должное, еще раз говорю, главкому и генштабу, что они в тех условиях, в которых мы находимся сегодня, по поставкам вооружений, они еще могут планировать, и наши силы обороны еще ведут боевые действия и наносят огромный урон врагу. Это заслуга. Это не ошибка. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, могли ли сбивать авиацию на территории РФ патриотами? Ведь нам запретили использовать западное оружие на территории РФ. Ведь Игнат признал только один случай применения патриота для сбития вражеской авиации в РФ. Значит ли это то, что Ф-16 могут сбивать авиацию на территории РФ своими ракетами? Я думаю, что это и был единичный случай. И тут надо отметить технические особенности. Что сбивали? Сбивали там, не столько сушки сбивали с ракетами, сколько сбивали три вертолета радиоэлектронной борьбы. И вот тут, мне кажется, было самое главное для наших американских партнеров, потому что Патриот это сугубо американское вооружение, было очень важно, ведь видимо, это мое субъективное мнение, но видимо очень важно было узнать, как будет работать Патриот в условиях такой мощной, плотной работы средств радиоэлектронной борьбы. Три вертолета РЭП, которые ставили помехи, фактически они должны были, по идее, доработать трех таких вертолетов, они же зависают на рубеже. И если там широкополосное оборудование, то они должны были поставить просто стену помех радиоэлектронной. И оператор радиолокационной станции должен видеть яркий экран, все, у него полная засветка экрана и он ничего не видит в небе. По идее, так должно было сработать эта система. Но получилось так, что за пять минут пять воздушных целей. Из них три вертолета РЭП улетели, попадали, перестали, как это, отрицательно взлетели, и два самолета Су. Поэтому я думаю, что это была просто необходимость в таком варианте опробовать комплекс Патриот в условиях средств радиоэлектронных помех Рашистской Федерации. При этом они получили огромный опыт, боевой опыт, в плане возможностей комплекса Патриот. Будет ли в перспективе возможность сбивать, допустим, самолетами F-16, их ракетами класса воздух-воздух, сбивать Рашистские самолеты в Рашистском воздушном пространстве? Ну, посмотрим. Может быть, вполне. Я не исключаю такой вариант. Тем более, что у F-16, если брать самые последние разработки, то ракеты там до 180, некоторые говорят даже 300 километров, ракеты класса воздух-воздух могут поражать цели. Почему бы нет? Вопрос. Нельзя ли использовать коммерческие дроны против шахедов, как камикадзе? Наверное, можно. Я так думаю, что вопрос вот в чем. Вопрос в том, что надо же попасть в воздухе. Понимаете, когда вы смотрите на летящий самолет, мы видим, что он летит ровненько-ровненько, поворачивает. Но, в общем, летит ровно. Но когда летишь в самолете, особенно дозвуковом, или тихоходно, вот я не знаю, кто-то летал, не летал. Из личного опыта скажу, если кто-то летал на Ан-2, в народе называемый кукурузник, то это круче, чем американские горки. Там такая болтанка в этом самолете. А если еще, не дай бог, ветер или дождь, то вы там не сидите в кресле, вы находитесь между потолком и полом. Вот примерно так его кидает. Поэтому в воздухе самолет находится постоянно в движении. То есть турбулентность, она присутствует. Особенно в нижних слоях атмосферы, где и летают эти шахеды. И поэтому для того, чтобы он один попал в другой, я думаю, это большая техническая сложность. Для стабилизации полета, а компенсации турбулентных потоков. Ну, опять же, я не специалист по дронам. Это вот мое мнение такое. Я просто говорю о том, что если бы это было возможно, и это технически можно было бы решить, то поверьте, на сегодняшний день у нас бы была уже линейка дронов-камикадзе, которые бы охотились непосредственно за шахедами. Возможно, даже по принципу «упустил и забыл». То есть как «стингер» или как «джевелин» за танками, навел, сориентировал этот дрон-камикадзе, запустил его, и этот дрон, что бы шахед не делал, как бы хвостом не вилял, этот дрон его догонят и уничтожат. Раз такого до сих пор нету, а сегодня вы же видите, что Украина, кстати, лидер по разработкам дронов, в том числе и камикадзе, мы занимаем лидирующие позиции. У нас интенсивность развития этой отрасли просто гигантская. Огромные масштабы. Вопрос пока, что количество выпускаемых мы не берем, хотя для нас это самый главный вопрос. Но раз это направление не развивается, то значит есть какие-то препятствия к тому, чтобы реализовать этот проект. Ну я не думаю, что финансовые или экономические. В этом плане у нас и мысль развивается, и люди, волонтеры бы уже давно собрали средства и сделали такой дрон. Так что, скорее всего, вот одной из версий, это за счет турбулентных потоков тот же самый шахед не летит прямолинейно. Он меняет свое, постоянно меняет положение в пространстве незначительно, но это может повлиять на точность попадания вот дрона Камикадзе. Такой интересный вопрос, широкий точнее, даже больше можно сказать, какими именно средствами ведется контрартерийская борьба. Контрбатарейная борьба, она называется. Она ведется дальнобойными системами, скорострельными, с применением высокоточных боеприпасов. Вот такими средствами в основном ведется контрбатарейная борьба. У вас должно быть преимущество в дальности. То есть, вы должны разместить свою артиллерию таким образом, чтобы артиллерия противника, аналогичная вашей, не достала до ваших огневых позиций. Иначе это будет просто артиллерийская дуэль. И тогда кто кого, кто быстрее попадет. Или кто точнее выстрелит. Поэтому должно быть преимущество в дальности, должно быть преимущество в скорострельности, потому что, допустим, в самоходной артиллерии покидание огневой позиции может занять полторы минуты. Одна-полторы минуты. Перевод в походное положение и уезд на 500 метров в сторону, 300-500 метров в сторону, чтобы выйти из-под огня противника. Потому как батарея, расположенная на огневой позиции, она будет, ну, как бы, это будет центр определенной этой цели. И Эллипс России будет накрывать то место, где стоят самоходные, или где стоит артиллерийское подразделение. Взвод, батарея, неважно. Два орудия. Или там шесть орудий. Вот. Поэтому должно быть скорострельное. Для того, чтобы определив координаты, и фактический контрбатарейка, как правило, ведется либо без пристрелки, либо с перестрелкой, ну, максимум одним выстрелом, чтобы не дать противнику уйти из-под огня. Вот. И надо очень быстро накрыть наибольшим количеством снарядов, чтобы достигнуть эффективности. То есть, максимальная скорострельность, несколько, один снаряд с залпом, допустим, два-три снаряда беглым огнем, и вот вам там порядка уже будет, в зависимости от привлекаемых средств, уже будет, с одного орудия уже четыре снаряда пойдет по огневой позиции противника. То есть, он не успеет сняться и уйти из-под огня. Так что, любыми средствами, которые имеют преимущество в дальности, в скорострельности и в точности ведения огня. Я дико извиняюсь, но 4 тысячи добровольцев из более 600 тысяч численного состава полиции, это кто-то серьезно приводит пример, что полиция вся на фронте? Ну, да, так и речь шла не о действующей полиции, само собой, она имеет брони, имеет действительно. У нас, кстати, самое большое министерство по количеству личного состава, это Министерство внутренних дел. И тут действительно говорит, что, я, кстати, обращал внимание, что одна бригада людь, это и две, две бригады, и бригада Столовый кордон, это погранслужба государственная, она входит в состав МВД. Вот, но, как бы, две бригады, это даже, даже не 10% от общего числа, от общего числа министерства. Вот, но речь еще шла о спецучете. Я объяснял, что МОБ-ресурс, то есть ветераны или пенсионеры, правильно так сказать, или уволенные из рядов МВД, они же становятся на спецучет. и территориальные центры комплектования не имеют к этому учету, не имеют доступа. Сейчас, может быть, там полномочия хотят расширить, может быть, передадут этот спецучет. Тогда они смогут привлечь, в качестве мобилизованных, могут привлечь и бывших сотрудников правоохранительных или силовых структур. Вот так правильнее будет, наверное, сказать. А тогда, конечно, 4 тысячи, это не 600 тысяч. Почему вы Х-22 не научились сбивать? Ни патриоты не помогают, ни хаймарсы. Ну, понятно, что вопрос из-за поребрика, но я взял для того, чтобы объяснить. Во-первых, хаймарс не является системой ПВО. Хаймарс это реактивная система залпового огня для огневого поражения наземных целей. Это раз. Второе, дело в том, что Х-22 ни разу не применялось Российской Федерации по тем районам, которые прикрыты комплексами Патриот. Поэтому на сегодняшний день да, у нас нет примера сбития ракеты Х-22 комплексом Патриот. Но судя по тому, что ракета Х-22 старая советская ракета, разработок 70-х годов, годы Холодной войны, которая разрабатывалась для борьбы с авианосцами Соединенных Штатов. Ее называли еще убийцей авианосцов. Жидкостная ракета летит, является аэробаллистической, то есть она является воздушного базирования, но после сброса с самолета она стартует и летит по баллистической траектории, то есть сбивается как обычная баллистика. так вот судя по тому, что мы на сегодняшний день имеем такой богатый опыт 15 кинжалов из 15 пущенных мы сбили, а это как Путин там сколько лет, 7 лет показывал мультики про кинжалы, авангарды, посейдоны, что там еще было у него, кинжалы и прочие там комплексы, оружия, как аналогов нетных видов вооружения, так вот мы 15 из 15 кинжалов сбили, то ракета Х-22 не проблема для комплекса, она намного медленнее, она намного она менее она не изменяет траекторию, в отличие от кинжала, там заявлено, что кинжал может корректировать свою траекторию на гиперзвуковых даже скоростях, то Х-22 летит строго по математической траектории и поверьте, как только будет возможность она попадет в зону действия комплекса Патриот или комплекса Сампти, это европейский аналог Патриота, то она будет точно так же сбита, как и ракета Кинжал. Так что это не проблема, это как говорят, это не ваше достижение, это наша недоработка, что у нас не хватает комплексов Патриот, для того, чтобы закрыть, плотнее закрыть небо нашей страны. Кстати, давно не было Х-22, видимо, либо топливо с носителями проблемы. Не каждая же ракета, не каждый же самолет может поднять эту ракету. Привет, тут у меня таке вопрос. Как работают радиолокационные станции, системы ППО и ПРО в зоне работы засобов РЕП? Та чи можно, когда включаются наши РЛС, запускать фальш РЛС, которые будут засвечивать противорожие радары? Спасибо за ответ. Мы обовязково победимем. Нет, смотрите, фальш РЛС, можно имитировать, не запускать фальш РЛС, а можно ставить ловушки, которые могут имитировать радиолокационное излучение. Кстати, во время Югославской войны именно так дурили американскую авиацию, когда, если кто-то читал, что делали? Брали микроволновую печь, выносили где-то в поле, давали питание, подавали на нее, снимали блокировку при открытой двери, чтобы магнетрон излучал вот это высокочастотное излучение в воздух, в открытое пространство. И таким образом имитировали радиолокационную станцию. Вот так сделаются фальш-цели, но запускать нет, запускаются фальш-цели ракеты, которые имеют бортовую РЭП, они одноразовые, понятны, эти ракеты, они потом падают, разбиваются или самоликвидируются, но пока она летит, она имитирует ракету или засвечивает большую площадь, прикрывая собой, прикрывая постановкой радиопомех, прикрывая группу ракет, которая летит за ней. Вот такая фальш-цель может использоваться. РЭП вместе с ПВО и ПРО работает всегда в паре, и тут надо просто понимать, на каких частотах работают какие средства, то есть они не должны перекрывать друг друга. Если они работают на одной частоте или в одной полосе частот, если широкополосная станция, то конечно же РЭП надо выключать, когда работает ПВО ПРО. Если у них есть разница, то РЭП может работать в своем части диапазона, радиолокационные станции будут работать в своей части диапазона. Так что тут просто много очень технических особенностей. Но вот относительно фальш-целей я вам сказал, что фальш-РЛС можно имитировать даже микроволновой печи. У меня следующий вопрос. В связи с прокатившимися штормами в Черном море, затоплением ряда городов, ураганными ветрами и снежными буранами, на некоторых рашистских ресурсах истерично муссируется тезис о том, что, мол, НАТО применило климатическое оружие, а на наших ресурсах соответственно об этих истериках упоминается прокомментируйте пожалуйста, что такое климатическое оружие вообще без ужастиков и конспирологии и реально ли в самом деле применение его конкретно в этой войне. Сразу говорю, без ужастиков и конспирологии климатического оружия в мире не существует. Так же, как и сейсмического оружия в мире не существует. Поверьте, страна, которая бы добилась создания климатического оружия, во-первых, было бы мировым гегемоном, во-вторых, планету бы уже давно уничтожили. Потому как контролировать такие вопросы теоретически даже сложно представить. Не существует климатического оружия. Единственная возможность влиять на климат у человека на сегодняшний день это принудительное выпадение осадков. Все. Больше других примеров использования и влияния на погодные условия не существует. Например, приведу пример. В Советском Союзе в каждой столице республики была специальная эскадрилья. У нас тоже такая эскадрилья была, если не ошибаюсь, она базировалась в Борисполе, задача которой было создание солнечной погоды в Киеве на государственные праздники. Например, демонстрация 1 мая не могла пройти под дождем. Как же так? Людям испортить настроение. Так вот, эти самолеты поднимались в воздух, они через выливные авиационные приборы, есть такие приборы, ВАП называется, они распыляли оксид серебра и кружили вокруг города Киева. Это соединение связывало пары облака в капли и выпадало в виде дождя. Но дождь шел вокруг Киева. То же самое делали в Москве в Советском Союзе, то же самое делали в столицах республик. То есть и то, видите, даже это одностороннее влияние, допустим, можно вызвать преждевременный дождь. Получается, в одном месте вы создаете солнечную погоду, потому что нет облаков, вы их вынудили выпасть в виде осадков, а в другом месте вы создаете дождь. Все других способов влияния на погоду на сегодняшний момент в мире, в мире, подчеркиваю, не существует. Так что никакого клиника. Они могут говорить, ну, я не удивлюсь. У них есть те, кто утверждает, что земля плоская. Кстати, она очень популярна в Российской Федерации и она довольно имеет большую аудиторию. Так что там все, что угодно. климатическое оружие, сейсмическое оружие. Ну, пусть думают, пусть боятся. И не помогут им, опять же скажу, не помогут им там эти, не авангарды, не кинжалы, не что остальное. Пусть боятся, раз так думают. Не будем мы их разубеждать. Ну, что ж, мы на этом с вами вопросную часть нашего видео обзора закончим. И у нас остается третья часть это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. 24 февраля 22 года полицию и армию как ветром сдуло за Батурин. Не было никого. Оружие побрали сами сколько могли и хотели. По населенным пунктам мы все ходили и ездили с оружием в открытую. За эти полтора месяца у нас ни одного воровства, мародеров ловили и с позором выводили на главные улицы. Но их этих воришек мародеров были единственные случаи. Насилия и убийств нашего населения вообще не было. Алкоголиков сразу позакрывали по домам. Спиртное вообще не продавалось. Половина населения мужики в открытую были с оружием. Но никакого применения оружия по гражданским мирным жителям вообще не было. Вот такой порядок был у нас 24.02 по 4.04 22. А потом вернулась армия и полиция. Мужики с оружием все ушли в подполье. Воровство вернулось на прежний уровень. Преступность тоже вернулась. Спиртное в продаже свободно. Алкаши опять по улицам лазят. В общем надо же чтобы и для полиции была работа. Мы тогда большой порядок держали. Чем сейчас полиция. Слава Украине. Слава Сумщине. Слава Сумской тер обороне. Вот читал и даже не сомневался что речь идет о Сумской территориальной обороне. О ней ходят легенды. На востоке Украины была битва под Авдеевкой еще не окончена и российские атаки продолжают обрушиваться на укрепившиеся позиции украинских войск. Но их численность уже ошеломляет. Недавно мы говорили на Кории о применении двухсот российских машин уничтоженных в регионе менее чем за две недели. Однако реалии еще более катастрофические для Кремля. О чем свидетельствует статья Forbes. С 10 октября крупный российский контингент пытается захватить опорный пункт обороняемый 110-й украинской механизированной бригадой, которой позже присоединилась 47-я механизированная бригада ВСУ. По данным Forbes, всего за 4 недели россияне потеряли почти в 14 раз больше машин, чем украинцы. Аналитики разведки из открытых источников Осинд представили подробные данные о потерях с обеих сторон в Авдеевской области, но это не область Авдеевская, это район на Авдеевском оперативном направлении. Данные свидетельствуют о 16 потерях украинской техники против 221 российской. В 13 8 раз за месяц Российская Федерация потеряла больше техники. Номерация бригад взята из статьи журнала Forbes, поэтому я не гарантирую, что она соответствует действительности. Найголовнейшее и важливейшее, что сделала Украина для всего света, это зруйнувало миф про другую армию россиян. Слава Украине! День добрый, мы из Грузии, желаем победы Украине! Хочу добавить к вашему сообщению о фильтрации украинцев. Год назад, чтобы выехать из Мариуполя, пришлось проходить через фильтрационный лагерь. Никому не советую проходить эти унижения. Слава Украине! слава вооруженным силам Украины! Слава Украине! Слава нации! Литва с Украиной! На левом берегу в зоне Олешек зимой мерзла конка и притоки. Можно было переходить пешком, но осторожно. Днепр подмерзал и казалось, что весь, но лед никогда не был сильно толстым. Опасно было отходить далеко от берега Днепра, потому по Днепру в районе Херсона не походишь. Ну, это прекрасно. Я, кстати, так и говорил, что Днепр практически не перемерзает. Только нужны сильные морозы, чего в Херсоне это большая редкость. Правильно сказал Роман Светан, две трети полицейских и чиновников нужно мобилизовать, оставшаяся одна треть справится с одной третью населения оставшегося в Украине. Ну, примерно может быть и так. МИГ-31К с ракетой на борту с потугами совершает посадку. Если его дозаправляют в воздухе, то нет у него кинжала. Оторвется от турбулентности. Слишком тяжелая фигня. А дозаправка это очень непросто и дополнительная нагрузка на фюзеляж. Не может он с боекомплектом дозаправиться в воздухе. Может только после пуска. Но скажу так, что не соглашусь с вами. Объясню почему. Я спрашивал, задавал вопрос летчикам, профессионалам, кто даже летал на Ту-22М3. Они говорят, что он может сесть. Это нужен опыт пилота, но он может совершить посадку с ракетой под фюзеляжем. То есть не без пуска ракеты. И соответственно то же самое. Да, я знаю, что во время дозаправки идет довольно сильная турбулентность. Кстати, видео появилось на ютюбе. Рекомендую посмотрите, как происходит дозаправка Ту-22М3 в полете. Там кстати с первого захода пилот не попадает на шланг дозаправки и его кидает из-за турбулентности и он уходит на второй заход, на разворот для того, чтобы зайти еще раз на дозаправку. Поэтому в принципе все можно сделать. И дозаправку провести с ракетой на борту и приземлиться, посадить машину с ракетой на борту можно. Это проблематично, это намного тяжелее, требует опыта пилота, но это сделать можно. И поэтому действительно гарантировать, что он без ракеты, я же сказал, единственный, кто может достоверно сказать, это техник, который готовит самолет к вылету. Если у нас там будет своя агентура, то да, дядя Вася будет подходить каждый раз ногой пинать по этой ракете и понимать, это муляж или это настоящая ракета. Во всех остальных случаях гарантий того, что ракеты на борту нет и что она не будет пущена, никакой нет. Мы с Казахстана смотрим вас, желаем победы Украине и слава вашей армии, вооруженным силам Украины, смерть фашистской России. Ну что ж, вот на таком патриотическом комментарии или пожелании мы с вами закончим сегодняшний видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше время, за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Также напоминаю, что кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Также напоминаю, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших славетных бригад волонтерским фондом Незламни Сердця. Так что кто чем может, пожалуйста, помогайте. Ну а мы с вами продолжим верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok